Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы своими руками делаем плейграунд для попугая. Плейграунд это такая площадка, чтобы он мог резвиться, чтобы он мог там играть, ну и заниматься своими делами. Мы можем переносить этот плейграунд куда-нибудь, вместе с нами, там на диван, например, чтобы смотреть телевизор. Я посмотрел в магазине, в магазине он стоит 85 долларов, и они все маленькие. Я хочу сделать свой по своему, так сказать, чертежу, по своим размерам, ну и так, как мне нравится. От старой мебели у меня осталось несколько досок. Я их храню в гараже, не выбрасываю. И я выбрал одну подходящую по размеру. Сейчас я отпилю здесь, отпилю я электролубзиком. У меня вот еще с Кипра остался такой вот инструмент интересный. Правда, он отпилит его немного кривовато, но на этот счет у меня припасена одна штука. Я планирую сделать такую вещь. Вот купил в магазине из чистой сосны, потому что попугаю можно грызть сосновые досточки. Такую вот штуку, 2,4 метра. Дорогая, она стоит 10 наших баксов. Я планирую ее, такие вот бортики сделать, прибить прямо к торцу, и тогда не будет видно вот тех огрехов, которые произойдут при пилении доски. А из этой штучки мы сделаем такие направляющие, на которых будут всякие игрушки крепиться, сам попугай сидеть. Премудрости здесь никаких. Обычно табуретка и обычный электролубзик. О, такая вот страшная вещь, которая шумит. Давайте попробуем, как получится. Не знаю, если что, у меня есть запасные доски. Дело двух минут, буквально двух минут. Вот это пока чуть-чуть ободрась заусенцами. Думаю, попугай будет доволен. Единственное, вот эту пимпочку, дырку, я сделаю вниз, потому что попугай любит грызть эти вещи, а здесь непонятно из чего. Может быть, со смолой какой-то, с клеем все это прессованное. Поэтому мы сделаем вот так. Вот это у нас будет основная поверхность. Вот, а оставшаяся доска, ну, будет лежать, дожидаться в своей очереди на следующую какую-нибудь поделку. Отмеряем бортики. Здесь ошибиться будет трудно. Так, не ломать ничего. Потому что мы сделаем прямо, прямо по... Даже измерять не буду. Вот, сделаю по доске. Это будет один в один. О, такая вот кривенькая метка. Пилить я это буду ножовкой по металлу, потому что мне нужен очень ровный, как бы, шов. Давайте посмотрим. Вот так вот. Тут доска вообще никакая. Она мягкая-мягкая. Да, даже пила ее с трудом берет, потому что она завязает. Первый кусочек готов. Любят они всякие наклейки-клейки. А сюда тоже подойдет? Нет, сюда не подойдет. Только в эту сторону. Ну что ж, хорошо. Разных гвоздиков у меня полно еще со свалки. Я их накупил очень много. В этом, конечно, хорошая положительная черта свалки, что у тебя всегда есть все под рукой. Вот довольно длинные гвозди. Я думаю, они будут в самый раз к этому делу. Мелкая криворукость может быть. Ничего страшного не произойдет. Даже если я чуть-чуть куда-то не попаду. Главное, чтобы не попасть себе по пальцу. Очень хорошо идет в сосну. Супер. Просто супер. Потом немножечко напильником подточу эти края. Молоток я взял помягче. Даже два гвоздя уже держат очень хорошо. Но на всякий случай сделаю четыре. Чтобы попугай злой не разломался своим жутким клювом. Теперь сделаем с этой стороны одну палочку. Точно так же. А потом я тут подрегулирую, подтешу немного, чтобы заполнить. И чтобы здесь было все ровно. Теперь немного торчит вот палка. Ее надо будет убрать. Здесь более-менее нормально. Не проблема. Хороший рашпиль – это хороший инструмент. Итак, что мы имеем? Ровненько. Ровненько. Все ровно. Красота. Вот и хозяйка пришла посмотреть, что мы тут делаем. Итак, дырку в пальцы заделали. Продолжаем дальше. Теперь обработаем более нежным напильником. Чтобы не царапало руки. Чтобы не было острых углов. Во, господа. Гляньте, какая красота. Да? Вот эта сторона, которую я пилил, немножечко некрасивая. Но уверяю вас, что попугай вот это все превратить в некрасивый очень быстро. Особенно это же бобер у нас. Он грызет все. То есть вот эти все вещи будут сгрызены. Но, однако, никаких щелей. Все идеально ровно. Никаких занос. Все выглядит очень красиво и приятно на ощупь. Дизайнер, заработай. Он тебе делает клетку. Вернее, это не клетка. Клетка у тебя есть. Это такая штучка, где можно играться. Да, вот птичка. Скажи, скажи вот в камеру. Птичка. Ну, говори, говори. Птичка, птичка, птичка. Да. Почти получается. Так, что мы имеем? Есть примерно что-то такое. Ну, мы свое, конечно, сделаем. У нас площадки здесь нет. Да, у нас нету, у нас не будет такой площадки здесь, да. У нас здесь будет просто повыше колышки два. Как-то мелко увеличим. Здесь я хочу вместо палочки натянуть веревочку. Так. Лесенка у нас есть. Также у нас площадка побольше, поэтому я хочу здесь поставить колышки длинные. Вот. Здесь один короткий посередине, еще длинный. Почему так? Потому что поперек вот пойдет тоже вот такая, как палочка. Сверху можно будет с двух сторон висельки вешать, а вниз я тоже вот такие вот всякие штучки повешу. Вниз они здесь будут висеть. И сбоку вот здесь вот будет качелька. Мы определились с размерами. Будем сейчас пилить, устанавливать эти штучки. Для этого нам понадобится дрель, чтобы вкручивать это дело. Сюда очень длинные шурупы. Ну, немного это не те, это полметалла, но кого это волнует. Очень длинные, чтобы оно имело довольно такую хорошую прочность на излом, так сказать, на падение. Но они будут еще друг друга здесь держать, поэтому должно быть все нормально. Приступаем. Это мы немного зинькуем, так сказать, под головки, чтобы они ушли сюда, спрятались. Ну-ка. Ну, почти. Итак, шуруп стоит на месте. Теперь мы делаем здесь отверстие, чтобы шуруп не вкручивался конкретно в это дерево, а вкручивался в отверстие. Во-первых, это будет ровно. Во-вторых, оно не будет трескать, вот это вот, то есть не будет сильно распирать. Ну, для этого я взял вот маленькое сверло. О! И попробуем. Как я сказал, тут очень много этого шурупа торчит, потому что нам нужно, чтобы оно держало довольно прочно. Я всегда делаю только на века. Вот, получается очень прочно, я уже чувствую, судя по тому, как оно идет. Можно мозоль себе натереть с непривычки. Я-то компьютерщик, как вы уже знаете. Айтишник, не столяр. Поэтому, народ, не ленитесь, все очень просто. Имея дрель и имея хозяйственный магазин, а если вы дрель не имеете, то имея хозяйственный магазин под боком, вы можете сделать все, что угодно. Причем, ладно бы мы делали это из экономии только. А ведь мы не могли найти нормальное, да? Да. Сколько? Мы тогда за 80, почти за 90 долларов, да, нашли подобное, только хуже гораздо. Где все разваливается, отваливается. Да. А, и потом ты нашла онлайн эту же штуку, да, только чуть подешевле, но все равно хреновую. Отзывы очень плохие были о них, да. И отзывы, потому что они картонные, они разваливаются. И мало того, а, мы еще посмотрели весь eBay и ничего не нашли там. Нет, все ужасного качества. В итоге мы вот будем сами это делать. На самом деле здесь работы, ну, по-хорошему, на полчаса, может быть, чуть больше. Это так, от нечего делать. Вот я вторую же ногу закручиваю. Единственная у меня была проблема правильно отпилить. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Правильно отпилить эту ногу, чтобы она ровно стояла. Ну, для этого есть напильники. Так, есть. Две ноги уже есть. Вернее, это не ноги, это руки. Болты спрятаны. Проблема вот в чем. Когда вы пилите, вам нужно очень ровно пилить. Иначе она станет не вот так ровно, а будет вот такая. Но, в принципе, опять-таки, для этого есть напильники. Можно подровнять. Две штучки есть. Скорее всего, между ними мы будем брать природную палочку. Не вот эту, которая ровная, которую везде в клетках делают. А возьмем вот такую вот. Это будет у нас экалиптовая, скорее всего. Почему так? Потому что попугаю гораздо удобнее цепляться за вот эти вот веточки. Закорявые такие. Закорявые, да. И это и по природе, и вообще удобно. Поэтому, скорее всего, мы сделаем так. Что-то типа этого. Здесь ровненько отпилим. Вот так. Но я планирую крепить эту штуку, скорее всего, не шурупами. Скорее всего, здесь будут накладки типа полиэтиленовые, вот эти, как их называют, хомуты одноразовые. Потому что попугаю не очень хорошо иметь контакт с металлами, с разными. Некоторые металлы для него ядом являются. А я не знаю, чем оно анодировано, чем-то покрыто. Поэтому, может быть, не так красиво будет, но будет достаточно прочно и абсолютно безопасно для попугая. Хомуты тоже из хозяйственного магазина. У нас их очень много разных. Наверное, белого цвета, раз уж здесь белая. Не знаю, хватит этих или не хватит. Посмотрим. Это выберем. Теперь для того, чтобы их крепить друг с другом, вот эту палочку. Кстати, мы решили эту палку одну все-таки использовать здесь для качельки. Здесь будет качель висеть. Чисто так, для разнообразия. А остальные будут, соответственно, природные. Что я хочу сделать? Я хочу просверлить здесь вот дырочку, чтобы проткнуть сюда. Один хомут и здесь. Соответственно, надо будет держаться очень хорошо. Так что сверлим пару дырок здесь, там. Давайте чуть облагородим. Хотя этого никто видеть не будет. Но самый глазастый зритель обязательно увидит, что я сделал что-то не так. Так, вот это тоже. В принципе, вот вам, может быть, покажется, что очень много телодвижения. На самом деле, нет. На самом деле, эти дырки просверлить 2 секунды. Ну, вот тоже примерно, даже на глаз я даже измерять не буду. Я вот здесь делаю, да и там. Дерево чрезвычайно мягкое. Очень хорошо сверлится. Я боюсь, что попугай быстро его загрязет. Придется менять. Придется менять, вот. Для красоты это внутрь поставим. Хотя какая разница. Ну, конструкция элементарная. Шикарно. Немножечко тут расстояние. Да, нормально стянется все. Так, тоже внутрь оставляем эту штуку. Только вот так. Этой стороной. Вот. Некоторая шаткость конструкции, это нормально. Потому что попугай любит, когда что-то шатается. На деревьях сидят они. Так что я не буду здесь очень сильно так вот прямо затягивать. Только чуть-чуть сейчас затяну. Немножечко. И пусть оно остается. Эта часть готова. Теперь остальные делаем. Хорошо. Красотища. Аналогичная конструкция с природной веточкой. Эта ветка взятая у нас в роще. Это эвкалипт. Ну, обработанный там кипятком. Помыт. На всякий случай. Мало ли какая зараза может быть. У попугаев, у местных бывает. Инфекция. И даже у знакомых лорикит был. Или лорикет, если по-русски. Он как раз умер от этой инфекции. Это была трагедия у них. И делаем то же самое, что и здесь. Только единственное, что решили эту палку положить вот так сверху. Вот тоже так же точно закрепляем абсолютно. И то же самое сделаем из третьей. А четвертой у нас не будет. Вместо нее будет веревочка. Веревочку вот уже подготовили. Только не знаем еще, как закрепить. Так как это сплошное творчество, здесь расчета особого нет. Хотя и дизайнер делал проект. Делаем, что получится. Если что, можно всегда переделать и доработать что-то, довесить, убрать. Может быть, кстати, сделаем еще несколько отверстий здесь, для того, чтобы можно было вешать что-то. Ну, например, вот эту игрушку. Или да все что угодно. Вот есть висюлька такая. Вот, качелька. Сюда висюльку можно. В общем, тут варианты есть. Можно даже вот так сделать. Главное, чтобы попугай достал до этого дела. Вот будет радость. Мы долго думали и, наконец, придумали, как же закрепить веревку вот к этой штучке. Вот решение очень простое. Берем вот эту штуку. Вот так вот. Закручиваем. Вот у нас тут есть дырка. А некоторые зрители меня поправят и скажут, что это отверстие. И будут абсолютно правы. И эту штуку мы затягиваем таким вот хомутом. Вот, я уже сделал один конец. И он абсолютно бронебойный. Его можно собакой грызть. Не загрызете. Ну, вот, господа. Основа полностью готова. Все очень прочное. Все очень качественное. Знаете, у меня такая мысль пришла в голову. На заказ их делать, что ли? Ведь такая штука будет, ну, под 150 баксов точно, да, стоит? Да. Потому что, ну, работы как бы здесь много, да, но она того стоит. Потому что это действительно не за 80 долларов, не за 90 то, что рассыпается. А это я могу здесь жить на самом деле. Это вообще шикарная вещь. Вот, правда, Жора может в первый раз побояться сюда. А на новые все вещи так это опасается. Но сейчас посмотрим, попробуем. Итак, теперь твоя будет забота. Обвешать все это игрушками. Обвешать это все игрушками, правильно. Сейчас мы сделаем еще несколько отверстий здесь. Угу. А и вам покажем конечный результат. И что? Рассказывай. Ну, вот, почти закончила. Так. Нашла тут еще такие колечки и сделала. Они же неудобные, они пластмассовые. А пусть лазит, она очень любит такие штучки. Ты думаешь? Да, попробуем. Если что, я сниму их. Качелька, вот, я качельку облагородила. Обвязала джутовой веревочкой. А, ну да, чтобы не было металла. Да, чтобы металла не было. Да. Сидит, смотрит. Вот, лесенку. Вот, сейчас шею тянет и смотрит, что ж это такое. Да, любимые бусинки. Она очень любит деревянные бусинки. Разгрызать. Да. Это ей на один зуб. Ну, сделала, потом переделаю, да. То есть вот такая фигня получилась. Вот, что-то нашу, когда гусеничка. И что, запускать будем? Да, давай запускать. Сейчас только уберу здесь лишние бусинки, палочки. Так, Жора, что, пойдешь к себе? На новое место пойдешь? Иди. Иди. Давай, 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 давай. Не стесняйся. Давай. Мне же надо смотреть все. Ну да, и на камеру тоже. Смотри, какие игрушечки, Жора. Твои любимые бусинки. Смотри. Бусинки любимые. Иди. Нет? Иди, иди, не сомневайся. Сейчас ей надо сначала клювом попробовать. Боится. Боится, боится. Не прошло пяти минут, как мы уговорили птицу, наконец-таки, зайти сюда, и любопытство все-таки взяло свое, да? По размеру как раз подходит нам на диван. Очень удобно. Можно смотреть телевизор. Так. И теперь это надолго. Будет все рассматривать, пробовать. Ей же надо обязательно на зуб попробовать. Что у нас по бюджету получилось? Почти все из торсырья всякого, да? Кроме палочки. Мы купили вот эти бортики, мы купили. Да, 8 долларов палочки. Бортики, по-моему, десятку стоили. Но там еще осталось больше половины. Кругло ушла вся. Кругло ушло, да? Получается где-то 12 долларов чистого. Материала? Да. Ну, игрушки это то, что у нас было уже. Да, мы переделываем старые игрушки, потому что ей надоедает. Вон, видите, что уже творится, да? Мусорец. Да, уже разгрызаем. Ну, ладно, оставляю работать попугая. Все, дорога, спасибо, что смотрели, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok